Всем привет! Я Денис, основатель компании VR Concept. Мы разрабатываем программное обеспечение для работы с инженерными данными виртуальной реальности. И нашим партнером является компания HTC Vive. Спасибо ей за предоставление одного из первых фокусов, третьих в России. И мы вместе с нашим партнером Анатолием, работающим вместе с нами на рынке виртуальной дополненной реальности. Анатолий, тебе слово. Всем добрый день, меня зовут Анатолий, я директор группы компании General VR, и мы занимаемся решением виртуальной дополненной реальности. Мы дистрибьюторы компании VR Concept, внедряем решения VR Concept на российском рынке, а также разрабатываем собственные решения, тренажеры, системы удаленной помощи для промышленности, для российских компаний. Не терпится посмотреть, что же у нас там внутри. Да, Vive Focus уже третий. Это в линейке HTC Vive автономный шлем виртуальной реальности, то есть тот, который без проводов и не требует подключения к компьютеру для того, чтобы самостоятельно работать. Конечно, это ответ Oculus Quest и третий, потому что это уже не первая разработка, до этого были первая и вторая версия, но в третий значительные изменения. Достаточно легкий, сзади у нас такая удобная крутилка. Мне лично крутилки больше нравятся, чем лямки, они как-то удобнее всегда их надевать. Лямки пока подтянешь, а крутилка раз, одно движение и все. Ну вот. Посмотри, пожалуйста. Тебе не кажется, что он прямо сильно легкий сейчас? Да, да, да. Ну, у него здесь вот сзади отсек открывается, и сюда размещается у нас аккумулятор. Здесь еще интересный факт. У него вот это вот на магнитиках, как сейчас очень модно, и плюс у него здесь меняются положение, расстояние между глаз именно физически, то есть двигаются сами линзы, и плюс вот еще у них вот здесь вот кнопочка есть. Интересно, что это, кстати, наверное, это громкость. Корее всего, да. Вот. И плюс у него встроенные здесь наушники. Это наушники, которые передают вибрации прямо на череп, поэтому окружающим не мешают громкий звук, если вы играете, например, какие-то шутеры, и при этом он дает достаточно объемное звучание, но здесь есть еще и возможность подключить проводные наушники или, например, там по блютузу. Также здесь microUSB, на самом деле, точнее Type-C, USB Type-C. Мы будем пробовать на нем, потому что мы будем пробовать наше решение, которое работает со сложными инженерными моделями, а для этого требуется компьютер. Плюс его можно еще подключать по Wi-Fi 5-герцовому. Ну, по проводу в данном случае более удобно и стабильно, да, но если требуется, можно и по Wi-Fi. Давай посмотрим, сколько он весит с аккумулятором. Ну, сам по себе аккумулятор, мне кажется, не очень тяжелый, где-то грамм 100. Вот. Я так не могу на вес. В граммах. Да. Плюс вот у него здесь зарядка и кнопочка. Так, устанавливаем его сюда. Защелкивается. Это сверху накладка. Причем, в принципе, еще вот эта накладка удобна, что она... до конца, до конца, до конца, что она идет съемная, да, то есть и тоже на магнитиках, и так как это вещь, которая постоянно дотрагивается до волос, она, конечно, будет всасаливаться, поэтому удобно, что ее можно заменить. Ну что, на самом деле шлем у нас готов к запуску, а давай посмотрим, что еще лежит в коробке. Да, сейчас посмотрим. Ну, с аккумулятором побольше, конечно, но он все равно легкий. Да, да. Все равно легкий. Я думаю, плюс-минус, наверное, как квест, может быть, конечно, потяжелее, потому что Vive в данном случае позиционирует это решение все-таки больше не для развлечения, а для бизнес-задач. Цена в России пока, увы, официально неизвестна, но явно, конечно, будет выше. Ну и, в принципе, по тому, как он собран, достаточно все серьезно, пластик достаточно жесткий. Кстати, тоже интересная вещь. Здесь идет отверстие, это воздухозаборник. Воздухозаборник? Да, у него встроены вентиляторы, ну, кулеры, которые освежают воздух перед лицом. Так, контроллеры, да? Ну, достаточно сейчас типичный дизайн. Я думаю, если здесь вот сейчас спрятать... А ее, кстати, я не вижу даже никаких значков HTC тут сейчас. Ну, логотип. А, да, точно, вот здесь есть логотип, но если его убрать и вот так положить несколько разных контроллеров от разных очков друг перед другом, я думаю, не каждый сориентируется быстро там какой-то какого. То есть, в целом, форма уже такая типовая, сложившаяся. Мы надеемся, что все-таки в ближайшее время это уйдет в прошлое и у нас будут перчатки. Да, да, вот перчаток мы очень ждем, потому что вообще в разных там... Мы же занимаемся именно промышленными решениями, тренажерами. И во многих тренажерах вот прямо трекинга пальцев иногда бывает не хватает. Ну, сейчас перчатки тоже есть, но хотелось бы, конечно, чтобы это все стало прямо в коробке идти. Вопрос, да, цены, доступности в коробке. Ну и плюс, чтобы перчатки отслеживали мелкую моторику, давали обратную тактильную связь. Такие перчатки есть сейчас, но либо они на этапе прототипа, либо стоят в десятки раз дороже, чем шлем. Ну, здесь у нас, в принципе, вот разные там коммуникационные провода. Да, здесь вот у нас провод, причем тоже удобно с этой стороны Type-C в компьютер вставлять. И здесь два Type-C, это вот, чтобы можно было на один Type-C заряжать два контроллера. Ну, здесь зарядка в целом. И зарядка, да, для шлема. Ничего особенного. В принципе, заявляется, что шлем на одной зарядке может работать до пяти часов. Но, опять-таки, все зависит от контента, который на нем запускается. Я думаю, что если пользоваться им по проводу, то, наверное, он будет работать дольше. Кстати, интересный момент. Вот про эту информацию нигде не нашел. По проводу, когда он работает, требуется ли вообще ему аккумулятор и насколько он его разряжает? Наверное, все-таки требуется, потому что, ну, вряд ли ему провод дает достаточно энергии. Провод все-таки используется чисто, чтобы стримить изображение. Готовы? Запускать? Угу. Ну что, запускаем? Да. Так, предлагаю пока запустить без провода. Кстати, как на очки? На очки нормально. Так, надо сверху вот это вот подтянуть. Кулеры работают? Я вот сейчас прислушиваюсь. А есть ощущение, что... Что что-то меня холодит? Да. Нет, пока мне ничего не холодит. Ну, возможно, что он работает динамически в зависимости от загрузки и нагрева, собственно, процессора. Там, наверное, какой-то и специальный видеопроцессор есть. Да. Достаточно комфортно то, что я вижу все вокруг себя. То есть я там ни во что не врежусь, не войду. Ну, единственное, понятно, что картинка такая, что не сразу разберешься, какой контроллер правый, какой левый. Ну, недополненная реальность, конечно, шлем. Так, проверьте уровень пола. Уровень пола, он считает, что у меня сейчас примерно где-то на уровне глаз. Смотри, надо контроллер прямо на пол опустить. Давай, я тебе помогу, я его возьму. И вот просто опускаем, опускаем. Он вибрирует при этом. И вот мы до пола дотронулись. И уровень пола, он теперь знает, что вот он находится там. Жим 100 или сидя. То есть в шлеме VR практически сейчас во всех прикалибровке. Они предлагают два варианта отслеживания или, скажем так, контроля вокруг помещения. Первый, это для уверенных пользователей, когда вы не создаете специальную границу, просто говорите, вот, калибруй там, где я сейчас нахожусь. А второй режим, он удобен как раз, когда на выставках или когда первый раз, или дома никого нет, и никто не отследит, чтобы мы там случайно обо что-то не сполкнулись. Можно на полу нарисовать линию, которая свободна от других объектов, то есть там стола, стула, да, их как бы обойти по линии. Там кошку обойти на всякий случай, чтобы тоже не наступить. И потом в виртуальной реальности, когда мы подходим к этой границе, он нам включает вот это вот сквозное зрение. Мы начинаем видеть окружающий мир и понимаем, что дальше вот он стол. Дальше идти нельзя. Причем он заранее это делает. То есть, когда там рука уже пересекает эту линию, он нам уже такое как бы окошко в реальный мир открывает, для того, чтобы мы, не дай бог, не столкнулись с окружающим пространством. То есть, в этом плане это дает высокий уровень безопасности. Так, вот. Да, единственное, они как бы не полностью отрисовываются в виртуальной реальности. То есть, не до конца понятно, где у них этот круг, чтобы их ставить. Так вообще картинка мне нравится. Очень приятная. Прям очень-очень. Вот посмотри, пожалуйста. Так вот, попробуй контроллеры. Кстати, на самом деле он еще и руки отслеживает. То есть, если контроллеры убрать, например, спрячу. Вот он мне только что руку показывал. А сейчас, может быть, когда они засыпают, наверное, он показывает руки. То есть, если выключить контроллер, то он показывает руки. Но, понятное дело, что это больше не про прям пальцы, которыми можно взаимодействовать. То есть, это больше про жесты, да. И поэтому в этом плане как бы удобнее пока с контроллерами взаимодействовать. Как на ощупь вообще, как ощущения? Мне вот очень понравилось. Он как-то так мягко сел. Как раз хорошо, что вот сзади аккумулятор. То есть, его явно специально сюда вынесли, чтобы уравновесить. Развесовка, да, вообще отличная. Мне тоже понравилось. И вот прям они там очень нежные вот этот вот амбашюр, который на лицо. А, вот, кстати, руки появились. Прям руки, руки, руки. Вот прям полностью все пальцы отслеживает. На самом деле, вот, конечно, еще кроме перчаток, это вот то, что появляется сейчас отслеживание рук с помощью вот встроенной сюда камеры. Вот. Ну, минусы, наверное, просто потому, что мы физически ничего не ощущаем. И точность, скажем так, попадания пальцем, она вот за счет такого трекинга, она не такая высокая. Ну, разрешение потрясающее. Ну, в принципе, как у всех последних сейчас шлемов, это 4К. И вот смотря на текст, совсем не видно пикселей. Единственное, что вот текстура, конечно, простоватая, но это связано с тем, что он сейчас работает автономно. И здесь, в играх, которые просто на нем без компьютера работают, конечно, тут оптимизирована графика. Ну, то есть, условно говоря, там, местами текстур хотелось бы подетальнее, но тут есть как бы ограничения, связанные с режимом автономности. То есть, вот такой провод сейчас, такой провод на рынке достаточно популярен, потому что автономные шлемы последних поколений, они подключаются по Type-C компьютеру с целью стриминга. У HTC есть родной провод, пока в России его нет, но вот USB обязательно 3.0 должен быть. Для работы по проводу нужно установить приложение Vive Business Streaming. То есть, это в данном случае приложение, которое позволяет стримить на шлем запущенное на компьютере VR-приложение. Так, в шлеме я тоже сейчас выбрал Vive Business Streaming. Причем, когда я подключил этот провод, он просто сам автоматически появился. Ну, на самом деле, все. Запустилось. Денис, не терпится посмотреть, уже этот шлем в действии. Давай попробуем в VR-концепте посмотреть какую-нибудь интересную модель на этом шлеме. Да, давайте сейчас запустим. У нас сегодня будет роторный двигатель. Для слушателей я могу отметить, что данная цифровая модель, виртуальный макет, он практически автоматически получается с кат-модели. Буквально нажатие нескольких кнопок, там время меньше секунды, и у вас уже инженерная модель готова к просмотру VR. Так, ага. Да, вот его можно разбирать непосредственно в виртуальной реальности. Ну, мы сейчас здесь сидя, все это делаем, но можно, в принципе, и стоя там какие-то большие масштабные конструкции смотреть. И полностью можно изучить все строение данного объекта. Вот наши заказчики, они это используют, например, для коллективной работы конструкторов, технологов, в принципе, для повседневной работы. Снимаем корпус. Можно достаточно подробно все это посмотреть. При необходимости можно настраивать анимацию. То есть, если у нас там функциональность электронных технических руководств, если, скажем, у нас задача кого-либо обучить данной конструкции, то можно уже даже предзаписывать анимацию. Так, и сейчас попробую, наверное, сделать что-нибудь типа сечения. Так, вот у нас настройка сечений. Добавить плоскость. Так. Можно прямо в разряде посмотреть. Да. И вот мы прямо в режиме реального времени можем посмотреть, что у нас внутри. То есть, для конструктора, для технолога. Да вообще не только. Не только для работы непосредственно в процессе проектирования. Не знаю, там при демонстрации какого-либо нового объекта, для заказчику, для показа на выставке. В образовании. В образовании, да. Да. Для обучения школьников, студентов, будущих инженеров, конструкторов. Тому, как устроены инженерные объекты. Как они работают, как они функционируют. При этом не использовать физический макет. Да. Я вот сейчас тут по нам попробовал несколько функциональных возможностей. То есть, можно там непосредственно образмеривать, делать там несколько сечений, собирать, разбирать. Причем, система запоминает расположение объекта. Для изучения это все очень ценно. Причем, вот здесь как бы интересный амен. Здесь мы видим, что сейчас вот крепеж блокирует эту крышку. Но можно настроить проницаемость там свойства физического мира. Для того, чтобы, соответственно, нам не позволял ее снять до тех пор, пока мы не удалим крепеж. И вообще, Денис, я хотел добавить, что особенно, на мой взгляд, это все ценно не только для вузов, но и для вообще реального сектора, для промышленности. У нас вот много заказчиков работает с этой технологией в разных областях. То есть, это судостроение, машиностроение, транспортное машиностроение. И всем нравится то, что, во-первых, это такое прям вот сел и поехал. То есть, грубо говоря, там один день настройки обучения, и все, уже конструкторы, технологи могут работать с виртуальными макетами. И вот здесь, мне кажется, один из таких ключевых потенциалов, это то, что можно организовывать вообще коллективную работу. Ну, сейчас пандемия, про это вообще уже много всего сказано. Ну, к примеру, там один человек вот в таком шлеме, вайфокус, например, находится, не знаю, там, в Новосибирске или там в Санкт-Петербурге. Другой находится в Москве, третий в Петропавловске-Камчатском. И они могут собраться и вместе в одном виртуальном пространстве увидеть друг друга и обсудить какие-либо технические решения, изменения. И это все достаточно ценно, потому что это вот совершенно вообще принципиально другой уровень представления информации, чем, не знаю, смотреть в Думе там какое-то общее совещание. Собственно, технологии виртуальной реальности становятся все более и более доступной и готовой к применению прямо из коробки с каждым днем. И кто с данной технологией хочет познакомиться, особенно если вы являетесь преподавателем в школе, в колледже, в вузе, то пишите нам, у нас большое количество партнеров, клиентов, вузов в разных городах России, которые всегда готовы принять у себя в рамках межмузовского взаимодействия своих коллег, дать возможность попробовать технологию виртуальной реальности, рассказать о применении, ну и возможно, что у вас какие-то могут быть здесь также сотрудничества. Поэтому пишите, обращайтесь, мы обязательно вам дадим контакты. Сайт наш есть в описании и могу продублировать VRConcept.net. Да, и я со своей стороны хотел обратиться также к слушателям, которые представляют сейчас промышленный сектор. Если вам интересно использовать эту технологию для организации работы конструкторов, технологов, для анализа, расстановки оборудования в цеху, для анализа эргономики этих или иных устройств, для, в принципе, организации удаленной коллективной работы между несколькими городами, для маркинга, для представления своей продукции на выставке, вот про кейс сенаро-транспортные машины я только что рассказал, эффект действительно значительный, то, пожалуйста, обращайтесь, обращайтесь на наш сайт, там все необходимые контакты указаны, сайт также приведен в описании, ну и на всякий случай повторю, generaldefuse.ru. Приходите, будем ждать, подробно все расскажем, покажем, можно будет попробовать, опишем, как это используется на других предприятиях, обсудим и подберем для вас наилучшее решение. В общем, я могу рекомендовать это устройство для применения в тренажерах, для применения с системой виртуального прототипирования VR-концепт, для организации коллективной удаленной работы. Отлично. Денис, да, взаимно. Супер. Супер. Если будут какие-либо вопросы, обращайтесь, пожалуйста, контакты наши есть в описании этого видео, ну и также будем рады ответить на все комментарии, вопросы онлайн, которые будут возникать. Не терпится активно начать применять в работе. Да, сейчас устройство прямо с каждым днем выходит что-то новое, интересное, и прямо вот это устройство реально удалось. Спасибо за внимание. Спасибо. Всего вам доброго. Пока. Пока и хорошего настроения.